Продажу и рекламу вейпов запретили в Казахстане. Изменения внесли в закон по вопросам здравоохранения. Документ накануне подписал президент. Подробнее о новых нормах хотим поговорить с депутатом Сената Парламента Казахстана Айнур Арганбекова с нами на прямой связи. Айнур Сирикбаевна, здравствуйте. Какие еще новшества включены в законопроект? В закон уже. Главой государства подписан очень важный закон о внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты по вопросам здравоохранения. Все нормы закона обсуждались в Сенате очень активно и нашли полную поддержку депутатов. Обсуждали вместе с экспертным бизнес-сообществом, с активистами и НПО. Закон направлен на обеспечение населения качественной и доступной медицинской помощью, создание условий для формирования и дальнейшего развития системы измененного страхования профессиональной ответственности медицинских работников и направлен на повышение статуса и престижа медицинской профессии. Данные нормы ожидают около 78 тысяч врачей и около 180 тысяч средних медицинских работников. В законе предусмотрены следующие поправки. Это предоставление детям медицинских работников, погибшим или получившим увечья в результате выполнения служебных обязанностей, преимущественного права на зачисление по государственному гранту высшие учебные заведения, а также предоставление в приоритетном порядке мест в дошкольных организациях для детей медицинских работников по месту жительства, предоставление права на воинскую службу по медицинским специальностям или отсрочку от воинской службы в соответствии с законом о воинской службе и статусе военнослужащих, при своеме звание Казахстана, Генбейт Синерген Дарьера и проведение ежегодного конкурса «Лучший по профессии» с выплатой соответствующей денежной премии. Единовременная денежная выплата в размере стократной величины минимальной заработной платы для медицинских работников по остро-дефицитным специальностям, прибывшим в сельскую местность на срок не менее 5 лет, а также гуманизация 317-й статьи Уголовного кодекса в части снижения сроков ареста и размеров штрафов. Важнейшей новой закона является полный запрет оборота вейпов, ароматизаторов и жидкости для них с ответственностью в Уголовном кодексе, которая позволит исключить их потребление, особенно среди подростков и молодежи. Общественность давно бьет тревогу по поводу легкости доступа и распространения для наших детей и молодежи вейпов. И, к сожалению, реклама «Недостоверная информация» о мнимой безопасности вейпов привела к их широкому распространению и употреблению, особенно среди молодежи и даже школьников. И данная норма вводится по поручению главы государства о принятии срочных и системных мер для борьбы с употреблением вейпов и электронных сигарет. В настоящее время Всемирная организация здравоохранения опровергла заявление о снижении вреда для курильщиков, перешедших с сигарет на вейпы. И в настоящее время в 33 странах мира введен полный запрет на оборот вейпов. И в странах ЕАЭС сейчас обсуждается вопрос о полном запрете вейпов и не курительных табачных изделий. Айнур Сергеевна, а как мы тогда будем бороться теперь с нелегальным оборотом? Они уже стали достаточно популярны. Сразу вспоминается сухой закон, как бы алкоголь официально не продавали, но петь никто не перестал. Ну вот, я как уже сказала, что данная норма, важнейшая новая закона, это здесь идет полный запрет с уголовной ответственностью. Я думаю, что все-таки наши молодежи ответственны и граждане наши ответственны подойдут к этому вопросу. Ну а и со стороны МВД какая работа? Да, действительно, это и со стороны МВД, и со стороны родительской общественности, и со стороны высших учебных заведений, средних учебных заведений, также, я думаю, что будет вестись такой контроль. И я думаю, что мы вот данный вопрос не решим этот вопрос. В таком случае еще вопрос. Вот у нас вроде бы и кальяны запретили, но не работает это. Ну, конечно же, мы видим это в своей жизни, о том, что кальяны распространяются и употребляют, особенно в таких кафе, в ресторанах. Поэтому здесь, я думаю, что правоохранительным органам нужно жестче подойти к решению этого вопроса. Ну а во время обсуждения этой нормы реакция МВД какая была? У них хватит сил, средств для того, чтобы увеличить количество проверок? Ну да, норму, вот я говорю, мы обсуждали очень активно, и с участием, конечно же, госорганов, и непосредственно с правоохранительными органами, это и МВД, и генеральной прокуратуры. Поэтому я думаю, что, как нас заверят правоохранительные органы, они готовы к решению данного вопроса. И в копии с родительской общественностью и с общественностью, я думаю, что мы вот... Ну и напоследок, давайте напомню, какая теперь ответственность предусмотрена за распространение, за рекламу вейпов? Вот сейчас предусмотрена уголовная ответственность с наложением штрафов, ограничением свободы или лишением свободы. Поэтому здесь идет уже уголовная ответственность, поэтому это очень жесткие меры. Хорошо, спасибо большое. Напомню, на прямой связи со студией была депутат Сената парламента Айнур Аргенбекова.